Проверить тарифы на вывоз мусора, повысить пособия на детей и отследить, как выдают кредиты льготникам. Владимир Путин дал почти три десятка поручений по итогам прямой линии. Выполнение каких наказов ждут первоуральцы, расскажет Алексей Вербицкий. Дети у меня уже пообедали, сейчас будем пить чай, чай с печенюшками, что можем себе позволить не каждый день, потому что денежек не хватает. Наталья, мать четверых детей, шоколадное печенье в этой большой семье – любимое лакомство, но позволить его себе здесь могут не часто. Денежное пособие и заработок мужа уходят на покупку продуктов первой необходимости и оплату съемной квартиры. Вот у нас сейчас Катенька в сентябре месяце пойдет в садик, то есть это также растраты, это оплата за садик, это одежда. И вот эта бы выплата, надеюсь, мы под нее попадем, была бы нам очень полезна. Младшей дочери Натальи сейчас полтора года. С января 2020-го женщина вместо 50 рублей в месяц будет получать на нее 10 тысяч. Увеличить пособие по уходу за ребенком для малоимущих семей поручил президент. Вопрос о выплатах для детей от полутора до трех лет Владимиру Путина задали во время прямой линии. По ее итогам глава государства дал ряд поручений, в том числе пересмотреть зарплаты пожарных. При заступлении на дежурство проверяем техническое состояние автомобиля, то есть уровень масла, уровень рабочих жидкостей в узлах, агрегаторах. Александр – водитель пожарной машины, ему еще только предстоит пройти аттестацию, тогда и зарплата станет больше. Из-за нюансов законодательства, за одну и ту же работу аттестованным и неаттестованным сотрудникам, проще говоря, внештатникам, платят по-разному. Президент поручил это исправить. Работа водителя достаточно ответственная, порой даже опасная, поэтому такая инициатива, как поднять вот зарплату, я считаю, что это правильно, я считаю, что это необходимо даже это сделать. У меня специальное ведро, можно хранить в пакетах, собираем, убираем мешки, которые храним дома, потому что выставлять на улицу ходят собаки. Жительница района Шайтанка считает, экологическая реформа не коснулась ни ее, ни соседей. Спецмашина, как и раньше, приходит раз в неделю, а вывозы крупных отходов женщина ждет еще дольше. Надеется, после прямой линии с президентом ситуация изменится. Владимир Путин поручил проверить обоснованность начисления тарифов. Вот пример. Это уже лежит месяц. Говорят, что надо куда-то звонить или что-то, но я звонить никуда не собираюсь, лишнее тратить деньги. Такие деньги платим по тысяче. У меня муж умер год назад, до сих пор еще платим деньги. Хотя обращались. По итогам прямой линии Владимир Путин дал почти три десятка поручений. Ключевые из них адресованы правительству. В том числе принять меры, чтобы не было нарушений при выплате зарплат бюджетникам и исключить необоснованные отказы в кредитах для льготников. Алексей Вербицкий, Руслан Гаскаров. Новости. Первый раз. Продолжение следует.